Преступление. Там как цветочек с тремя лепестками. Видите? Это новодел. Но это полное повторение настоящего камня. Вообще красивые камешки. Это новые, чтобы нам удобно ходить было. Потрескавшиеся пятый ветк. Кто понял, что это за цветочек сырочек? Реальный Понти Пилат погорел на воде, если можно так выразиться. Он совершил преступление, хищение в особо крупных размерах. Он запустил руку в храмовую казну, господа, как бы там ни было. И он эти деньги употребил для того, чтобы починить водопровод и провести его к себе домой. Его тогда отсюда изгнали, отправили в Рим, отняли все имущество. А погиб он от руки грабителей, его зарезали на одну из ума. В Рим, пошли. Девочки, помашите рукой. Я из Санкт-Петербурга, Раши. Привет. Привет. Покажу вас. Молодцы, Горибут. Потеряюсь сейчас, потеряюсь. Это Санкт-Петербурга. Всем привет. Спасибо. Всем привет. 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 Шесть лет назад, восемь лет назад. Может быть, есть у нас такие? Нет. У меня была десять, да, десять. Помните, здесь была воздушная арка? Да, была. Вот, конечно, арка существовала, повторяя силуэт вот той арки, которую вы видите. А потом случилось чудо, господа. Один господин, который должен был писать диссертацию о каких-то жучках или паучках, в архиве нашел огромную папку, документацию на строительство этой синагоги. Это было первое здание, где купол был сложен из кирпичей. Посмотрите, она еще и с точки зрения инженерной уникальна. Куполы обычно не складывают кирпичными. У нее уникальное наполнение. Здесь был герцель. Отсюда уходили еврейские бригады на Вторую мировую войну. Здесь сообщалось о декларации Балькру. Это вся история. И тогда решили ее восстановить. Ее восстанавливали потихонечку, потому что очень трудно через еврейский квартал доставлять стройматериалы, господа. На ослах доставляли части подъемного крана. Вся страна сюда приезжала по ночам. И шли репортажи, как шли ослики по этим улицам. А попробуй, никакие грузовики не. Ну, конечно, пять лет назад. Собирали кран, а ослы привезли части. Вот потом началось строительство. Вот сейчас ее открыли. Пока что это только для местной общины. Обещают нам в нее. Могут запускать, но немножечко попозже, когда все закончится. Сейчас закрыто. Совершенно верно. Чуть быстрее, господа, пожалуйста. Очень пью стены плача. Перед нами западная стена храмовой горы. Видите Алякса? С правой стороны южная стена, там, где лестница, по которой поднимался Иисус. Мы перед западной стеной самой близкой к святая святых. Вот по мокрой угольному камню мира, где стояла святая святых. Поэтому и стена плача именно у западной. Мы должны будем пройти до смоса. Это занимает время, чтобы не всегда... Золотая, золотая. Сегодня праздник мужской. Барница, посвящение мальчиков, мужчины. Я иду с женской стороны. Сегодня можно фотографировать. Иду к стене плача с женской стороны. Я уже все записочки положила раньше. Девчонки. Девчонки. Продолжение следует... 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 А мы на пороге практически храма Воскресения, 45 минут. Половину надо быть здесь. Меня все усиливают в Советске. Сооружена по приказу королевы крестоносцевой милицандры 50-летию первого крестового похода. А помните, что было целью крестового похода? О, освобождение гроба. Кроме всего прочего, что значит освобождение? Милая дама, товарищи на своих. Их удручило. Потому что в свое время, попав в город Адриана, помните, нашего языческого императора, единственного, который был здесь, в этой стране, который решил город превратить, переименовал и так далее, и так далее. Он построил здесь массу храмов. В частности, на этом месте стоял храм Афродит. Ищадье ада с точки зрения христиан, это нам сегодня все нравится. С точки зрения христианина, языческое существо. Сюда прибывает император, мать императора Константина, святая Елена, она станет святой впоследствии. И она начинает собирать сведения о том, где жил, где был казнен, где вознесся Иисус. Помогают ей в этом монахи-отшельники, господа, которые поселяются вокруг в Масличной горе. Были пещеры, где они жили. И с поколения в поколение передавали. Господа, учтите, что это 325 год. Прошло много столетий. Несколько. Но она собирает сведения. И все следы ведут к храму Афродит. Константин, который уже стал императором, и ему подвласт на эти территории. И все векисарийские первые епископы, которые сидят в Кейсарии. Иерусалим Элия. Захолустная Элия. Только благодаря Елене, благодаря тому, что найден был гроб Господень под фундаментом храма Афродиты, Иерусалим возвращает себе имя. И находит то, что называют святой могилой. Сразу скажу, гроб и могила в Евангелии обозначают не то, что вы привыкли. Они обозначают погребальную пещеру. Погребальный грот. Туда относили покойника, оставляли на год. Через 365 дней доставали, когда плоть истлевала с костей. Отмывали, вспоминайте выражение, перемыть кости, вспомнить. Затем складывали в небольшие саркофаги, каменные, и возвращали назад. Почему? Попробуйте в этих скалах вырыть могилу. Попробуйте найти дерево на гроб. Нету такого дерева, и невозможно столько. А кроме того, вспоминайте, я вам не зря сказала фразу. Давид умер и упокоен с костями отцов своих. Вот что это обозначает. Чтобы была семейная. Берегли место, берегли деньги, берегли силы. Вот что такое гроб Господень. Это погребальная пещера. У кого было больше денег, все делали двухкамерные. Почему говорят, вошли во гроб. Как можно войти во гроб? А в Евангелии на каждом шагу описано. Вошли в гроб. Иоанн входит во гроб. Мария Магдалина вошла в гроб и увидела, что он пустой и так далее. Вот что это обозначает. Но, господа, во времена Елены и Константины строят целый комплекс. Он состоит из часовни, которую строят над погребальной пещерой отдельно, под открытым небом. Большое молельное помещение. Второе. Затем по логике была найдена небольшая, невысокая горка, на которой ничего не росло. И которая описана в Евангелии. На иврите череп это Голь-Голет. Отсюда название, сами понимаете, какое. Голгофа. Все оказалось, вдруг нашло свои места. Кроме того, в Евангелии говорится, что был сад. А если сад, значит вода. Поэтому искали в старом водосборнике. Нашли три креста. Один из которых оказался животворящим. На вершине Голгофы было установлено половину пополам, то есть, как это сказать правильно, вдоль разрезанного креста. Потому что половина отправилась в Константинополь, половина была помещена в серебряный чехол и осталась здесь. Но, господа, это было четвертый век. И к двенадцатому веку, 1909 год, 11, да, это все уже несколько раз разрушалось, восстанавливалось. Оно пришло в упадок. И крестоносцы задумали очень правильную вещь. Они решили построить такое сооружение, которое бы одной крышей накрыло все святыни. Вот все, что было в отдельности и кое-что под открытым небом, они забрали под одну крышу. На самом деле это огромное сооружение, вы увидите. И четырех часов не хватит, чтобы его обойти, так сказать, все. Но все святыни оказались под одной крышей. По этой ступени ведут на Голгофу, сразу справа. Когда вы поднимаетесь, вы оказываетесь на уровне вершины Голгофы. Понятно, почему так получилось? Голгофа внутри помещения. Над ней построили раз, сразу справа Голгофа. Значит, перед Голгофой должны были совершить соответствие с законами римской казни. Осудил римский суд. Только римляне могли приговорить к смертной казни. Иисуса должны были раздеть. Поэтому, условно говоря, вот там, где лестница, вот в этом районе, находится десятая остановка скорбного пути, которая называется «Место снятия одежды». Там же, когда сняли одежды, Иисуса должны были прибить к кресту. Практически там же, условно говоря, одиннадцатая остановка, которая называется «Прибитие к кресту». Если вы подниметесь на Голгофу по ступенькам, вы увидите распятие в человеческий рост, и это будет вершина Голгофы. Место, где стоит въезд, место распятия, это будет двенадцатая остановка. После смерти Иисуса, после того, как испустил он дух, его должны были снять с креста. Опять мы говорим условно. По другую сторону Голгофы. Тринадцатая остановка, которая называется «Снятие с креста». И тут выяснено, что Иисуса надо хоронить быстро, и его никак невозможно похоронить там, где будет похоронена его мать, и там, где дедушка с бабушкой, я вам говорила, и Аким, и Анна, где его земной отец. Почему наступает суббота? В субботу уже ничего нельзя делать. И тогда Иосиф Аримафийский, его тайный ученик, уступает выкупленную здесь, а здесь добывали камень. Извините, дешевле было, кроме всего прочего. Там, где добывается камень, там грот. Ну, меньше работы нужно, да? Уступает могилу, гробницу, в которой еще никого не хоронили. И Иисуса хоронят прямо недалеко от Голгофы. Вот место захоронения. Кувуклия. Покрытое, то есть это сооружение над гробницей. От слова «дикулум» место, где спят. Это и есть четырнадцатая остановка. Тот, кто хочет осветить все, что он хочет, не доставая из пакета, не доставая. Вы кладете на камень помазания место, где Иисуса готовили к погребению, умасчивали благоугониями, заворачивали в сауну. Это место прямо перед входом. Вот вы входите и видите плиту, покрытую мрамором. Та плита покрыта, господа, этот храм и благослужения здесь идут с 325 года, посчитайте. Поэтому паломники за все эти столетия, естественно, сами знаете, как хочется совершить евлогию, перенести святость. Даже отгрызали куски. Отгрызали зубами. Поэтому покрыли мраморной плитой. Но камень мира точит и сегодня. Поэтому вы кладете вещи, не доставая. Что вы делаете при этом? Ну, конечно, воцерковленный человек молится. Конечно, нет советов, нет закона. Тут слушайте себя. Это раз. Тот, кто хочет осветить вещи. Когда мы войдем, там очень много народа, господа. Поэтому я стараюсь здесь, чтобы было понятно. Кто хочет обжечь свечи от благодатного огня, тот должен, войдя, повернуть налево. И вы увидите странную вещь. Часовня будет внутри другого сооружения, большого. И вы увидите, что стоит маленькая очередь. Все берут пучок, не разнимая. Поместится три пучка в кулачке, на здоровье, не важно. Но вы не должны разнимать. Вы поджигаете от благодатного огня. Одна свеча горит, ее поддерживают год. Есть запасные в келье по Монако. Друг задуют свечу, тут же поджигают от благодатного огня. И там есть такой колпачок. Вот перевернутая воронка. Вы зажженный пучок должны вот таким движением погасить. Не принято задувать ни в коем случае. Только погасить. Но гасите как следует. Жалко, что прогорают свечи. Это понятно. Обжигают свечи у благодатного огня. Освещают на камне помазания. Мы сейчас зайдем. Я вам все это просто покажу. Здесь стояли три Марии. Богородица Мария, Мария Магдалина и так называемая Мария Клеопова, родственница. Почему называют это место? Почему здесь сейчас огнем? Второй Голгофы. Потому что кроме того, что это место казни, это место страданий. Мать страдала, стоя здесь. Потому что кто еще так страдал, как Иисус? Конечно, Богородица, которая видела страдания Иисуса. Поэтому это место называется вторая Голгофа. И оно необыкновенно прочитаемо. Здесь ставят свечки за упокой. То есть все не случайно, да? Камень помазания вы увидели. И где Голгофа тоже увидели. Пойдемте дальше. То, что осталось от погребальной пещеры. Основание на эти камни можете посмотреть внимательно. Это, господа, четвертый век. То, что сверху выше перестраивалось массу раз. Вы видите, что как обугленная кулыклия. Это следы пожара 1808 года. Следы землетрясения 1927 года. Перестраивалось множество раз. Но основание с Еленой, четвертый век. Это самая старая постройка вообще в этом комплексе. Видите, не закрыто купольное сооружение. Я показывала вам, это больший купол. Мы стояли на горе наблюдателя. Я вам говорила, два серых купола. Больший, это больший. Если вы видели сверху, конечно, не закрыто. Потому что это место смерти, оно же место воскресения. Не ищите живого среди мертвых, он воскрес. Ведь дальше, вот интересное место. Когда мы вошли с вами в камень помазанника, над ним висят светильники. Каждый светильник отличается от него. Почему? Потому что шесть конфессий владеют территорией этого храма. Самые большие территории у греков, ортодоксов, у армян, апостольско-армянской церкви, затем католики, сирийцы, эфиопская христианская церковь и коптская христианская церковь. Копты, эфиопы и сирийцы самые древние христианские церкви на земле. Это уже все потом. Все греки, все потом. Первые монастыри появились в Египте. Это копты. Первые монастыри святой Антонии. Это Египет. Почему? Вот коптанки, где мы лежим, только эта крошечная часовня. Они умрут, господа. Я могу отлично, я вам не знаю, слово за эту часовню. Почему? Вот этот кусочек. Да. Значит, смотрите. Стоит огромная очередь, чтобы зайти внутрь кубок. Она начинается там, поворачивается, заходит в то, что даже не осталось всего гроба. Буквально остатки. И не заходят в ноги, потому что покойников заносили головой вперед в погребальную пещеру. Значит, у нас здесь изголовье святой пещеры. У нас здесь изголовье святого гроба. Поэтому копты, вот я говорю, они не умрут за это местечко. Они держатся за него. Опять же, стоит обычная огромная очередь, чтобы снова пойти. Да? Но мы будем проходить мимо. Для кого это святыня? Кто хочет приложиться? Ну, конечно, к изголовке. Где вот эта женщина-то убежала? Там стоит свеча, если встать. Она внизу. И видна прямо натуральная пещера. Вот туда прикладывайте. Честно говоря, масса вещей. И в Иерусалиме тоже это инерция. Вот три часа я заходила во внутрь. И что? А здесь изголовье. О! Все в базилике. На этом месте стояла базилика. Базилика, то есть главное молильное помещение. То, что было отдельно. Вот видите? Отдельно стояла. Кубоклия. Отдельно базилика. Отдельно была картука. Переставляется понятно. Да, потом она все накрыла. Это, судя по устройству, принадлежит территория грехо-ортодоксальной церкви. Иконостас. Здесь, кстати, есть две русские иконы, да? Но идут сюда ради этой каменной вазы. И опять же, вот говорит, и не понимает, что это такое. Девушка, идите сюда. Все бегут, кладут руку, тут же фотографируются, принимают позы, там показывают друзьям. И говорят, что это пуп земли. Послушайте. Это место действительно считается кухой землей. Но какой сейчас объясню? Почему сейчас объясню? Но это милые люди, не святыня. Не прикладываются. Это каменная ваза. У нее тут есть, видите, замок. И когда моют пол, пуп отодвигают, моют и ставят на место. сумасы. Поэтому, никаким параллелем и меридианом, никакой физической географии это место не имеет никакого отношения. Это не святыня, это символ. Символ чего? Смотрите. если провести прямую через Кувуклию. Вот вход. А что такое Кувуклия? Это место смерти, место воскресения. Да? Если провести прямую от Голгофа, они пересекутся где-то здесь. Что такое Голгофа? Место искупления. Грехов всего. Пока что? Идите ко мне. Где-то здесь они пересекаются. И это центр мира. И пуп земли для каждого верующего христианина. Это центр его вселенной, его космоса. а не земли как физического явления. Я уже говорила, полномник считал так. Дошел Доброго Господня, он может умереть спокойно. Все. Поэтому место пересечения страдального искупления, место воскресения, вот, конечно, это центр земли. Конечно. Нет более важного места для любого христианина, чем это. причем точки их пересечения, поэтому и говорят пуп земли. Но не святыня, не прикладывается. Это Кафаликон. Кафаликон, похоже на католики, да? А принадлежит грекам, грекам православным. А я уже говорила, смотрите, кнесет, собрание, бейткнесет, синагога, гнесия, церковь. Кафаликон, собранный, переводится. По-русски есть слово собор. Собор. Вот все имеет одно и то же значение. Короче, это греческий предел. Это греческий, это не предел, это главное молельное помещение. Да, там, где была базилика Константина. Господа, больше вас не задерживаем. У вас есть... очередь огромная. Продолжение следует... И свечи прижигают от благодатного огня. Дальше их надо загасить, потому что прижечь. Суступайте. Он привенес из кубукли и прижег свечку. Он взял это огня. Ты сама себе на камеру благодатный огонь. Прижигаем. Зажигаем. И здесь надо... Вот. Вот это камень Бога помазания. Там, где Иисуса готовили к погребению. Вот я держу рукой. Это моя рука. Как бы за всех. Это Стасику. Это маме. Это моя свечка. Это Оля. Это Галина. Галина Григорьевна Симонова. Оля Каштанова. Галина Григорьева. Продолжение следует... Продолжение следует... Сняли с креста... Сняли с креста... Положили на камень... Готовив... А потом в пещеру... Когда была стража... Увидев чудо... Он бросился вниз... Со словами о том, что он хочет креститься в собственной крови... Но Господь, вняв его порыву, сделал так, что та плита, на которую он упал, стала мягкой, как мозг... И он не убился... Его потом, правда, мусульмане казнили за то, что он принял христианство вот так, да? Но до сих пор показывают ту плиту, где остались отпечатки ног турецкого стражника... Я могу вам показать только район... Если вы хотите сами найти... Хотите? И пойдем! Конечно! Так, милые люди... Я думаю, что нам пора уходить... Ну, Господи, вы можете вот так пройти? Нет? Обязательно надо на отпечатки ездить, да? А вот так... В этом доме будет небольшой... Обязательно! Ну, передо мной. Правильно, вот так надо. Да. Да. Будет надо. Да. Купите бублики, гоните рублики! Приявские ворота... Сейчас объясним почему. Дальше. Вот это небольшое крепкое мощное сооружение называется башня Давида. Там минарит. В свое время при турках там была цитадель. А цитадель в 16 веке построили на постройке 12 века. Опять же, та же система. Эфир освобождается. Я продолжаю. Моссы, господа, использовали фундамент, который остался от одной из дворцовых башен царя Ирода. У Ирода вот в этом районе, в верхнем городе, аристократы, я вам говорила, наверху жили, построил огромный дворец необыкновенной красоты. Основание башни, камни дворца царя Ирода, башни, которая называлась Фадзайль. Теперь дальше смотрим. Идет стена. Западная стена города. Явские ворота с западной стороны. Мы ведь с запада с вами приехали, правильно? От Средиземного моря. Запада. Вот тут она оборвалась. Вот мы видим ее угол. Наверх смотрите. А местность-то повышается, правда, дальше? Повышается. И вот то, что повысилось, и есть место, с которого мы начали. Сионская гора. Слева вверху Сионская гора. Дальше вспоминайте. Сион, Иерусалим, Святая гора. Синоним. Иерусалим, Сион, Святое место. А я сказала вам, обратите внимание, что Сион вне стен старого города. И теперь прекрасно видно. И тогда вы увидели, мы зашли в Сионские ворота. Ну вот, а теперь история. Когда султан Сулейман, вернее, его представители, прибыли сюда принимать работу строителей. Я сейчас буду рассказывать дальше налево-вниз. Налево-вниз быстро. Лужайка, цветочки, детки. Ни одной постройки. В общем, жилой. Красиво? Пока. Потом мне все укажут. Ну, так или иначе, мы были с вами за поворотом. Понимаете, вот то же самое ущелье поворачивает. Вот это и есть Геена Огненная. Ну, и колокольня, дормационная, мимо которой мы шли. И вот она, Сионская гора. Так вот, прибыли принимающие работу. И с ужасом обнаружили, что Сион вне стен города. Призвали двух инженеров. Допросились пристрастием. Выяснилась ошибка. Наказали. Им отрубили головы. И в безымянных могилах похоронили. А две могилки вы должны были не пропустить. Это то, значит, что я просила обратить внимание, когда будем выходить из Ярских ворот. Вот теперь мы узелок связали. Дальше, господа. Направо развивается Андреевский флаг. Это церковь шотландская. Построена в честь павших шотландских солдат во время Первой мировой войны в боях за Иерусалим. Святой апостол Андрей является покровителем Шотландии. Поэтому и флаг развивается. Кстати, постройка, господа, несмотря на вид ее, как старый, да, она похожа на какую-то крепость шотландскую. Она новая относительно. Это 20-е годы 20-го века. Но построена из особого камня, который при обработке очень быстрый. Он называется здесь хамсин. Возможно, вы его знаете под названием сирокко. А мы подъехали к месту обеда. Это оливковые деревья. Сейчас конец апреля, и оливы цветут. И нам экскурсовод сказала, что плод оливовского дерева созревает, как у женщины, 9 месяцев. Вот это монастырь. Здесь трапезная. И мы здесь обедали. Там колокольня. И великолепный дворец. Вернее, сейчас то, что от него осталось. Это самая северная из цепочек. Из цепочки крепостей, дворцов. Которые начали строить еще хасманеи. Они же маковеи. Для того, чтобы обозначить границы. С кочевниками. Впоследствии множество из этих крепостей. Таких, как Ирдион. Именно так называется это место. Гиркания. Мехраб. И самая южная Моссада. Вот здесь, в 2007 году. Израильский археолог с мировым именем. Его зовут Эхуд Нецер. Завершил, что называется, мечту всей своей жизни. Он 53 года искал гробницу царя Ирода. Вот здесь она была найдена. Было сообщение в печати. Сейчас туда можно поехать на экскурсию. Не через фирмы, через клубы. Но факт. Остается фактом. Кроме того, господа. Мы сейчас повернем с вами направо. Оставим за спиной. Весь сегодняшний день он останется у вас. Какие-то даты забыли. Так не страшно сейчас. Столько информации. Что это не проблема. Приехали вы ведь не за информацией. Приехали за впечатлениями. Правда? Потому что главное в Иерусалиме это имя и камень. Когда мы ехали с вами утром на перекрестке Латрон, я показала. Поэтому Яд Шмана это памяти восьмых, восьмерых. Вот об этом местечке, которое мы не видели, но я обязательно хочу сказать. Во время Второй мировой войны нацисты, пришедшие к власти в Германии, а впоследствии присоединяющие к себе коалиции, стали делать то, что в историю вошло, как окончательное решение еврейского вопроса. Обозначало оно только одно. Полное уничтожение всего еврейского населения Европы и не только Европы. Никогда евреи с немцами не воевали. Я вам даже больше скажу. В свое время, во время Первого крестового похода на территории Франции крестоносцы устроили страшную резню. Они вырезали массу еврейского населения французских городов. Из Франции отправили гонцов в Германию с предупреждением о том, что случилось. На что немецкие евреи ответили так. Спасибо, но с нами этого не может случиться. Практически никогда, кроме этой темы, я не пользуюсь фактами, так сказать, личной биографии. Но моя семья родом из Западной Украины, куда советская власть пришла только в 1939 году. Там жила огромная семья моего отца, в том числе его двоюродные сестры, одна из которых получала образование провизора. В те времена это было солидно, это было хорошее образование. Она стала работать в аптеке. Мало того, она возглавляла гильдию провизоров в этом городке. И когда пришло известие о том, что в город вошли фашисты, которые сказали всем врачам, учителям, адвокатам, завтра собраться на Центральной площади, моя тетка оббежала всех своих коллег и сказала, завтра нас собирают немцы. Берите с собой дипломы. Мы покажем, что не только они образованная нация. Мы покажем, что мы тоже получали образование. Господа, я думаю, вы догадываетесь, чем закончилась эта история. 61 свечу мы зажигаем каждый год в память о погибших из нашей семьи, из двух семей с мужем. 61 свечу. В день, который называется Йомашуа, В нашей стране этот день отмечается весной. Приблизительно в тот день, когда поднялось восстание в Варшавском гетто. Останавливается вся страна. Здесь звучит сирена. Вечером проходит траурная церемония на территории комплекса, который называется Яд-Вашен. Имя и память. Так переводится название. Яд-Шмана – это поселение финских христиан, которые попросили у Израиля разрешения основать здесь поселение в знак извинения за восемь евреев, которых не удалось спасти в Финляндии во время Второй мировой войны. Восемь! Окончательное решение еврейского вопроса предполагало уничтожение 12,5 миллионов человек. Только потому, что они евреи. Вот это даже не геноцид. Это полное уничтожение. На иврите шоа – это жертва всесожжения. Это значит полное уничтожение. В этом году, как и в каждом, перед праздником Йом-Ацмаут, что обозначает День независимости, у нас публикуют статистические данные. И в этом году мы прочитали, что в нашей стране проживает 7 миллионов 567 тысяч человек, из которых, господа, 75% евреев. Остальные в данном случае не так важно, да? Арабы, представители других народов. В нашей стране еще не столько евреев, сколько удалось уничтожить нацистов. Сохранить память о том, что произошло, казалось бы, так просто понять эту идею. Правда? Может быть, у нас в автобусе есть кто-то, в семьях которых есть жертвы катастроф. И я вас хочу спросить. Вот все остальные нам поверят на слово. Вам много рассказывали о том, что произошло? Нет. Нет. Я не слышала других ответов. Нет. То, что произошло, было за гранью человеческого достоинства, возможностей. И всего остального я долгий список могу представить. Те, кто выжил, те, кто оказался здесь, те, кто просто выжил, для себя решили. Надо жить дальше. Во что бы то ни стало, оставить это там и никогда об этом больше не вспоминать. И этих людей вполне можно понять. Но на уровне государственном, господа, возникла проблема. Возникла проблема, и проблема очень серьезная. Смотрите, когда шла Вторая мировая война, существование еврейского Ишува, а я вам объясню, что это такое. Помните, я говорила, 600 тысяч человек здесь жило, 100 тысяч было отрезано в Иерусалиме. То есть это то, из чего возникло впоследствии государство Израиля. И если бы не Монтгомери, Ромель, который рвался сюда, из Африки, если бы прорвался, был бы конец всем. Потому что что такое 600 тысяч в поселениях, которые уже были готовы, целые подразделения на территории Греции, они формировались. Все висело на волоске. И те, кто жил здесь, это прекрасно понимал. Они знали, что там остались те, кто сюда не приехал. И те, кто вернулся сюда после Второй мировой войны, они оказались не то, чтобы в изоляции, но они оказались перед возможностью вопроса, а почему ты не воевал, а почему ты не погиб, а почему тебя не расстреляли, а как вышло так, что тебя не сожгли в газовой камере. Господа, всякие вопросы могут возникнуть. И все-таки, и все-таки, в 1953 году общество созрело для того, чтобы громко сказать, мы совершим преступления, если не сохраним о них память. Больше всего на свете те, кто погибал, те, кого ввели в газовые камеры, те, кого взрывали заживо, боялись, что они исчезнут бесследно. Вот для того, чтобы они исчезли небесследно, и был принят закон о ядовоше. Отдельным документом 28 августа 1953 года. В 1957 году был открыт комплекс. Господа, говорят, музей, это не музей. Там есть историческая экспозиция, напоминающая музей, но на самом деле это огромная территория. На склоне горы Герцля, к которой мы скоро подъедем, одна сторона этого склона выделена под военное и гражданское кладбище. Именно там перезахоронен Теодор Герцль. Господа, ситуация с Герцлем, я сейчас вернусь к Иадвашему, была такая. Он умер в 1904 году и оставил завещание. Родился он в Будапеште, а жил всю жизнь в Вене, он был венским журналистом. Он попросил похоронить его в Вене рядом с отцом до того момента, пока на этой земле не возникнет независимое государство. Господа, какая вера? Да? И как только в 1949 году, 48 мая, начинается война за независимость, но все равно уже есть государство, в 1949 году возникает авиакомпания Эль-Аль, многие из которых, вернее, многие из вас прибыли на самолетах компании Эль-Аль. Первый рейс компании Эль-Аль был в Вену. Первый самолет взлетел компании Эль-Аль, он летел за телом Теодора Герцеля, которого перезахоронили на горе, которая получила его имя, и там же стали хоронить военных. У кого будет возможность, я уверяю вас, это одно из самых сильных впечатлений. На военном кладбище много могил, они все одинаковые, господа. У генерала, у полковника, у рядового все могилы одинаковые. Никакая не выделена. На кладбище есть мемориал Герцеля, его музей. На кладбище похоронены с другой стороны выдающиеся деятели правительства, культуры, в частности, гулдомейер, президенты, министры страны. Кстати, первый премьер-министр велел себя похоронить в пустыне, рядом с тем кибуцем, где он доживал свои дни. Бен-Гурион похоронен в пустыне рядом со своей женой Полиной. Так вот, противоположная сторона склона выделена под комплекс Ядваши. Что туда входит? Туда входит историческая экспозиция, раз, огромный научно-исследовательский, самый большой в мире институт по спору материалов, связанных с катастрофой европейского еврейства, несколько, скажем так, культурно-исторических заведений, детский мемориал и еще ряд построек, архив, синагога, дом памяти, вход бесплатный, время работы ограничено только у исторической экспозиции. это то, о чем я говорила, и то место, куда я прошу, вернее, очень хотела, чтобы вы попали. Вся остальная территория открыта и днем, и ночью. В 2004 году произошла реконструкция исторической экспозиции, потому что поменялась концепция. Концепция поменялась вот по каким причинам. Когда учреждали закон, говорилось там так. Мемориал Яд-Вашем посвящен мученикам, героям и отважным людям нееврейской национальности, которые спасали во время Второй мировой войны евреев. Вот по поводу третьего пункта не изменилось ничего. Продолжается сбор имен людей, которые с риском для жизни спасли жизнь хотя бы одного еврея. Этим людям присваивается звание праведника народа мира. В честь него сажают дерево, либо он салат. 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 Салат.